История возникновения праздника День Архангела Михаила и всех небесных сил бесплотных носит скорее календарный характер, нежели событийный. Он был установлен нашими предками в восьмой день девятого месяца по старинному стилю в честь девяти ангельских чинов. В те времена месяцы исчисления Нового года начиналось с марта. Также праздник связывают светко-заветным сюжетом явления Архангела Михаила полководцу Иисусу Новину перед взятием города Иерихон. Кстати, это событие наряду с чудом в хонях является наиболее популярной сценой в циклах изображений Архангела Михаила. А однажды предводитель войска небесного явился во сне отцу немой девушки и предрек, что дочь его заговорит, если напьется воды из целебного источника. Истинность видения подтвердилась – все семейство приняло христианство, а отец девушки возвик храм во имя Михаила. Но язычники решили уничтожить церковь и направили к ней русло двух рек. Их задумкам не суждено было сбыться. Сам архистратик Михаил явился и ударом жезла открыл в горе Расселину и направил бурлящий поток туда. Архангел Михаил почитается как защитник душ умерших. Он охраняет врата рая и руководит воинством ангелов, охраняющих закон Божий. Ему молятся об исцелении. По сути, архангел Михаил и его войско – это миротворцы, хранящие баланс сил в мироздании. Почитание сегодняшних небесных сил бесплотных заключается в том, что мы чтим ангелов и архангелов, которые обстоят в престол Божий, молятся в пламене и преднем любовь, и святым духом исполняясь, передают эту благодать Божию на все остальные чины англеские. День архангела Михаила и небесных сил бесплотных для Барышской епархии стал немного горестным. Ровно год назад епархия понесла невосполнимую потерю. Умер духовник епархии, старейший священник всей Симбирской митрополии, архимандрит Адриан. До принятия монашества священник Николай Шитов. По благословению владыки Филарета во всех храмах и церквях Барышской епархии на воскресной праздничной литургии сугубо поминали батюшку. Сегодня день у нас еще памяти. Память, как надо, Игорь Анатольевна и Годины. И у нас день памяти ДТП, жертв ДТП. К сожалению, у нас война на дорогах идет, много гибных людей. Будем иметь сердце милующее и помянем всех. Дмитрий Гурин, видеостудия Барышской епархии специально для Улправда ТВ. Игорь Анатольевна и Городина.